Подсудимых Ахмадова, Фаталиева, Бабаева и Захрабова быстро проводят в зал суда. Предварительное слушание по делу убийства семьи Гошт проходит в закрытом режиме. Окончание заседания дожидаются родственники. Жена одного из подсудимых, Ахмадова, которого считают одним из организаторов преступной группы, говорит, не верит, что муж мог пойти на убийство. И дома он у нас был с вечера, наверное, с 10, 12, 12, по-моему, он приехал. И до утра дома. Утром уехал, как обычно, на работу, а там я уже ничего не могу сказать. То есть вы считаете, что он не мог совершить это? Нет, не мог. Жертвами убийства в селе Ивашевка ночью 24 апреля стали шесть человек. Это Андрей Гошт, его жена, родители, брат и его супруга. Спящих людей насмерть забили дубинками. Выжила только семилетняя племянница полицейского. Как позже признались преступники, целью налета был грабеж. С места преступления похищенного имущества на сумму 200 тысяч рублей. Налетчики пытались еще угнать машину Рену Дастер, но не смогли открыть ворота. Подозреваемых в кровавые бойни задержали 1 мая. Им предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на жизнь малолетней и в совершении разбойного нападения. По информации прокуратуры, в ходе следствия частично свою вину подсудимые признавали. На этапе следствия они сотрудничали. Поскольку они показали, где именно были похищены вещи, они полностью рассказали об обстоятельствах совершенного преступления, показали, как они это совершают. Также были найдены похищенные вещи. То есть они признавали свою вину. То есть все абсолютно признавали? Частично они все признавали свою вину. Потому что у них возникал вопрос о том, кто именно носил удары, от которых последовала смерть потерпевших. О том, что подсудимые частично признают свою вину, говорят и адвокаты. Защитник все того же Ахмадова пояснила позицию своего подзащитного. Он признает вину в части того, что да, он там находился. Действительно, как бы были нанесены удары, но как бы полностью и 105-ю мы не признаем. Конкретно именно ударов, которые причинили смерть, он не наносил. Однако, когда подсудимых выводили из зала, перед камерами они во всеуслышание заявили, что себя виноватыми не считают. Признаете вину свою? Нет. Нет, конечно. Содержание подсудимых под стражей суд продлил еще на три месяца. Двое из обвиняемых выбрали суд присяжных. Формирование коллегии присяжных заседателей назначено на 7 ноября. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.